В Ивановских школах в январе начинается прием заявлений для зачисления детей в первые классы. До конца июня длится прием документов в учебное учреждение, где ребенок зарегистрирован по так называемому микроучастку, то есть по месту жительства. С 1 июля по 5 сентября можно устроить в любую другую школу города по выбору при наличии там свободных мест. Заявление подается в порядке живой очереди или из дома через портал госуслуг. Родитель из дома или с работы, откуда он может, он подает в электронном виде заявление и затем в течение следующих 4 рабочих дней родители должны предоставить в школу подлинники документов. Подлинник свидетельства о рождении ребенка, подлинник свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства и документ, подтверждающий родство родителей и ребенка. У каждой школы свое время приема заявлений. Посмотреть графики можно на официальных сайтах учебных учреждений. В 30-й гимназии прием заявлений начинается уже в эту субботу с 9 до 12 часов. Для того, чтобы заполнить заявку быстро, школа предварительно провела для всех желающих консультацию. Вчера у нас проходила тестовая школа, где родители приходили и смогли ознакомиться тоже с формой заявления, полями, которые они должны будут оформлять. Мы приглашали всех родителей, будущих первоклассников. На сайте было выставлено объявление специальное. Было дано время, когда они могут прийти обучаться. Все приходили. А скорость в этом деле действительно важна. Например, в прошлом году в 30-ю гимназию за первые 10 минут было подано 46 заявлений. Мест тогда было 75, в этом году 50. В живую очередь будут обслуживать операторы. Они тоже предварительно тренируются заполнять заявления, чтобы не задерживать родителей. Мы вводим фамилию, имя, отчество представителя ребенка, то есть это родители. И далее паспортные данные, в общем, то, что родитель нам должен предоставить при зачислении. Данные ребенка, адрес, снил заявителя, свидетельство о рождении. То есть все те данные, которые, в общем-то, стандартно всегда предоставляются родителям, когда зачисляется ребенок в любое учебное учреждение. Мы со своей стороны стараемся это сделать оперативно, потому что понимаем, что родители очень переживают, нервничают. Что быстрее, живая очередь или подача заявки из дома, специалисты не берутся судить. Многое зависит от скорости набора. Важно понимать, что и дома, и в школе заполняется одно и то же заявление на портале госуслуг. Там указывается точное время приема документа, по которому потом и будет составлен окончательный список первоклашек. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.